Приветствую всех зрителей своего канала! Сегодня мы с вами изготовим простой импульсный паяльник. Для работы нам понадобится несколько простых вещей. В частности, это блок питания в виде китайского электронного трансформатора Toshibra или аналогичный. Дальше нам понадобится кусочек медной проволоки, желательно с длиной где-то 30-40 см. Диаметр данного провода 2,5 мм. Для разборки трансформатора мы наблюдаем такую картину. Сама задающая часть и импульсный трансформатор, на котором есть первичная и вторичная обмотка. Первичную обмотку или сетевую обмотку оставляем, вторичную нам нужно полностью удалить. Она 12-ти вольтовая в виде вот такого толстого провода. Полностью удаляем и мотаем свою обмотку. А наша обмотка состоит всего лишь из одного неполного витка, вот этим проводом. Но для того, чтобы поднять выходной ток, желательно использовать две параллельные шины и таким образом вот скрутить на каркас трансформатора. Сейчас я это сделаю и двинем дальше. Теперь нам нужно каким-то образом зафиксировать обмотку, чтобы она не болталась. Делать это очень удобно с помощью холодной сварки. Теперь нужно немножко подождать, пока холодная сварка не затвердеет. Пока наша заготовка сохнет, давайте займемся другими комплектующими, которые нам нужны. Во-первых, это сетевой шнурок. Желательно использовать отечественный эластичный более сетевой шнур. В моем случае такого, к сожалению, не нашлось. Пришлось взять импортный. Можете собрать сами. Так, насчет вот проводов, которые выходят, они мне тоже не устраивают, тоже очень жесткие. Поэтому заменю на эластичный провод. Будем, поскольку провод тонкий, будем использовать в две шины вместо одного. Дальше нам нужна ручка. Я нашел у себя вот такую ручку от старого паяльника китайского. Деревянная ручка. Имеет сквозьное отверстие для сетевого шнурка. Сейчас давайте заменим провода и продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Нам предстоит изготовить жало. Самый ответственный момент в нашем деле. Я сделаю из провода 1,5 мм. Толстый медный провод заранее удалив лаковое покрытие с помощью любого острого предмета к примеру лезвия канцелярского ножика. Дальше уже без комментариев. В конечном итоге провод для жало нашего паяльника пришлось заменить на меньший диаметр, взял миллиметр, взял миллиметровый провод. Давайте включим паяльник. Замена жала была сделана, поскольку не хватает мощности. Трансформатор все-таки на 60 ватт. Так, ну, насчет того, держится вот именно конструкция довольно нормальным образом, удобный, легкий вариант. Можно без проблем использовать для средних работ по пайке. К примеру, ну, там маломощные компоненты и многое другое. Так, если же нужен более мощный вариант, то есть для крупных более компонентов, то советую использовать электронный трансформатор большей мощностью. Например, есть та же Тошибра на 105 ватт. Именно на базе этой конструкции я сделал вот такой паяльник в корпусе от промышленного. Паяет все подряд, хотя на данный момент ноя применяется для плавки термоклея. Вот таким образом мы без проблем можем использовать этот паяльник для радиолюбительских целей. На этом, друзья, все. Не забывайте подписаться на канал, оставлять свои отзывы, лайки, комментарии про дальнейшие видеоролики. До новых встреч! С вами, как всегда, был АК Касьян. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok